В эфире Арбакалфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Каждый житель Уфы проводит в пробках 48 часов в год или 24% времени за рулем. Поэтому показателю столицы республики входит в топ-50 городов мира, заняв 43 место. При этом год назад Уфа находилась на 35 месте. Исследование опубликовало американское аналитическое агентство Инрикс, которое специализируется на исследованиях транспортной инфраструктуры. В тройку лидеров антирейтинга вошли Лос-Анджелес, где люди проводят в пробках 104 часа в год. Затем идет Москва и Нью-Йорк. 91 и 89 часов соответственно. В рейтинг также попали Салават, Стерлитамак и Нефтекамск. Они расположились на 435, 441 и 459 местах соответственно. Жители этих городов провели в заторах в среднем 20 часов в год. Эксперты, в свою очередь, заявляют, избежать пробок на дорогах помогут инвестиции в интеллектуальные транспортные системы. По информации мэрии Уфы, сегодня в городе внедряются технологии «умный город», установленные 290 так называемых «умных светофоров», которые управляют дорожным движением по заданным суточным и недельным планам. Почти 6 миллиардов рублей составляет сумма налоговых вычетов, заявленных жителями Башкортостана в 2017 году. Рост к предыдущему почти на 9 процентов. Об этом сообщили в Республиканском управлении Федеральной налоговой службы. 60 процентов заявителей претендуют на возврат из бюджета налога на доходы по причине покупки и строительства жильян. Всего же в прошлом году в регионе зарегистрировали более 230 тысяч деклараций по налогу на доходы физлиц за 2016 год. Более 90 процентов граждан задекларировали доход до миллиона рублей. 8,5 процентов от всего объема представленных деклараций за 2016 год или 19 тысяч деклараций составляют декларации, в которых налогоплательщики указали доходы в размере от 1 до 10 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил более 30 процентов. Доходы 2016 года свыше 10 миллионов рублей продекларировали 557 налогоплательщиков. В этом сегменте прибавилось 25 человек, а вот миллиардеров стало на одного меньше. 7 человек против 8 годом ранее. Шестеро самых богатых, по данным налоговой службы, жители республики отчитались о доходах от предпринимательской деятельности. Один от участия в иностранной организации. Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в Башкортостане за последние 5 лет выросло в 6 раз. До 3 миллиардов рублей в год. Такие данные привел сегодня глава региона на заседании Совета по науке. По словам Рустема Хамитова, высокотехнологичной медпомощью сегодня охвачены половина пациентов региональных клиник. На заседании Совета обсудили развитие медицинской науки и повышение ее роли в укреплении здоровья населения. Среди проблем сферы назван кадровый голод. На данный момент лишь четверть научных работников – это молодые специалисты. Говоря о комплексном развитии медицинской отрасли в целом, считаю, что нужно в первую очередь сближать инфраструктуру практического здравоохранения и медицинской науки, чтобы дистанция от научной лаборатории до клиники была минимальной. Надо выстроить более тесное взаимодействие государственных органов с научной сферой. Это тоже важно. К сожалению, не всегда предложения наших ученых встречают поддержку с их стороны. В то же время глава республики заявил, наука должна стоять на службе практической медицины. Основной акцент предлагают делать на всеобщей диспансеризации, вакцинации населения и профилактике заболеваний. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Доллар и евро синхронно выросли. Американская валюта увеличилась на 72 копейки 57,67 евро, в плюсе на 24 копейки 70,77. Лучшие обменные курсы на сегодня – покупка доллара в банке Юнистрим за 57,68, продажа в Россельхозбанке за 57,94 рубля. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке Юнистрим и Банке Телекоммерц за 70,60 рубля по продаже в Тимирбанке за 70,80 рубля. К этому часу вся информация. Следите за новостями вместе с РБК.